Сервивый был Desert. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня с вами будет очередной мод на Minecraft 1.16.5, который нам с вами поможет выживать в пустыне. Он будет генерировать различного рода вот такие вот интересные оазисы. Также в их список включено различное количество блоков, это, и как вы уже успели обратить внимание, пальмы. Что ты, коровка, хочешь, чтобы я тебя покормил? И пальмовые двери, и пальмовые люки, и пальмовый забор, и даже пальмовые панели, и пальмовые ступеньки. То есть даже кактусовые, что у нас с вами здесь предлагает джеммер, еще плюс ко всему. Огромное количество всего того, что мне удалось найти, я даже не знаю, на самом деле, скажу вам честно, как всему этому найти применение. Ведь в описании, к сожалению, всего этого мода, его просто не было. Из пальмы у нас, в свою очередь, как я понял, наверное, должно будет что-то выпадать. Откуда здесь опять вновь появился мясо, я выбросил. Ладно, когда я сюда просто пришел, здесь у нас с вами образовался оазис. В оазисе, соответственно, находится вода, которую также можно использовать для питья. Ну, или же возможность, например, поймать рыбу, если у вас с собой имеется какая-нибудь удочка. Также есть возможность выпить и немножечко чего-то отхлебнуть, нам прибавить силы и скорости данная жидкость, которую мне удалось найти в разделе творческого режима. Но как она действует, как она работает, откуда она вообще здесь делась, для меня, конечно, остается загадкой. Также у нас с вами есть зомби-фермер, который может в свою очередь появляться. Он в такой оранжево-красной одежде, поэтому, если вдруг вы его встретитесь, не удивляйтесь, кого вы увидели. Возможность, по всей видимости, бросаться... Не совсем даже я понимаю, чем бросаться. Глоу. Глоу. Что-то очень знакомое какое-то название. Глоу с английского даже не помню, к сожалению, как это переводится. И вот мы с вами, у фермера, нам удалось отобрать несколько предметов. Что это были за предметы, правда, непонятно. Просто несколько модов у меня вместе. Это семена свеклы, которые мы обнаружили с вами, по всей видимости. Также, наверное, тыквенный пирог, который нам удалось у него просто отобрать. А также мы с вами можем заюзать... Это, наверное, что-то похожее по внешнему виду, наверное, на сколько может быть выжималку. Я уж, конечно, не буду вам врать. То, что я вижу сверху, как я понимаю, наверное, здесь можно выбрать какую-нибудь бутыль. В данном случае, что нам заюзать? Наверное, ведро. Я просто, друзья, не нашел, к сожалению, описание данного мода, поэтому мне как-то либо подробно что-то либо рассказывать. Довольно проблематично. Но я просто очень хотел им с вами поделиться, поэтому уж не мог как-то его мимо стороной обойти. По всей видимости, может быть, взять нам попробовать с вами пробирку какую-нибудь и в пробирочку что-нибудь залить. То есть, то, что я могу сказать на 100%, что мод является полезным. Хотя бы как минимум того, что он у нас с вами генерирует азис. Это уже о многом говорит. Так, попробуем вместо, наверное, фрукта вот этого. Мы с вами сюда ведерко добавить. Но ведерко, к сожалению, добавить не получается. Вот, единственное, что мы можем... Нот, сап, лепик, лепир отсюда добавить. И вниз, по всей видимости, нужно добавить пробирку. Где брать этот овощ? Наверное, может быть, он где-то с пальмы выпадает. Я даже не знаю, что это такое. И попробовать найти нам с вами пустую пробирку. Огромное количество, как вы успели обратить внимание, у меня модов. Действительно, что я просто немножечко здесь путаюсь. Давайте попробуем, наверное, отыскать. А вот у нас с вами та самая бутылочка, которую мы сейчас с вами здесь и добавим. Теперь нам с вами нужно смешать, наверное, их тут. Но почему-то не удается этого сделать. Очень-очень странно. Значит, по всей видимости, что-то нужно было еще выполнить. Здравствуйте. Вы к нам в гости? Нет, ко мне в гости не надо. Я таких друзей к себе не звал. Очередные зомби. В общем, друзья мои, найти, к сожалению, у меня ничего другого не удалось. Описание мода отсутствует, поэтому, к сожалению, в большей степени вам придется разбираться самостоятельно. Да, мне очень жаль, что я не могу для вас чего-то более рассказать. Но в любом случае, я считаю, что данный мод является полезным. Даже тот же самый фрукт, который мы с вами здесь подобрали, его, насколько я помню, можно просто съесть. И в любом случае, это у нас с вами лишним не будет. Мы его просто с вами съедаем. И, скорее всего, восстанавливаться у нас с вами должен будет наш раздел с едой. Ну, и также вновь мы с вами встречаем вот еще один очередной оазис, в котором можем найти с вами воду, паутину. Правда, непонятно, для какой цели здесь паутина находится. Ну, что есть, то есть такой вот интересный блок в виде лица крипера. Ну, и то, что мы сами видим, то мы сами видим, друзья. Все. Больше что-то ли подсказать я вам даже не знаю, что. Ну, и вода с пальмами, если вдруг что, их можно срубить, ну, и, соответственно, взять себе воды, немного налить. Так что, как-то так, друзья мои, на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Да, я стараюсь специально выбирать для вас моды, в которых я могу что-то рассказать, что-то объяснить. Стараюсь искать, разумеется, описание какого-то определенного мода. Вот так вот с вами еще, как вариант, у нас с вами выглядит вот это здание, чье оно. Но, если честно, я не знаю, так как у меня может быть смесь нескольких модов. По этой причине данное строение может быть из какого-то другого мода. Но, возможно, это у нас... О, все, воссел на царском троне. Не беспокоить меня. Все, царь отдыхает. Все, вот так вот. Как это там? F7, F6, F5. Во. Все, царь отдыхает. Единственное, что ему просто осталось присесть, и будет вообще класс. Так что, друзья, как-то так. Вот у нас с вами еще один оазис, который мне удалось в данный момент найти. Здесь также у нас с вами пасутся и тусуются различные животные, которые можно, ну, как бы это ни звучало досадно, прискорбно, заюзать на мясо. Хотя я и не хочу. Вот, ну, можно поймать рыбки и ее пожарить. То есть, это как основа данного мода заключается вот именно в помощи для нашего с вами выживания. Ну, и также, наверное, неплохо можно отдохнуть. Единственное, что, конечно, здесь придется стены отстраивать, так как огромное количество различных существ нас с вами просто очень сильно наскучает и надоест нам. И будет мешать выживать. Так что, скоро увидимся. До новых встреч. С вами был Ашуран. Огромное спасибо за внимание. В том доме, кстати говоря, можно было бы и переждать, и пересидеть. Поэтому мод, я считаю, довольно полезный. И классный. Кактус. А, это кактусовые иголки. Вот что это такое. А Глоу, это что-то по типу лука. И он кактусовыми иголками дает возможность нам с вами стреляться. То есть, как средство для выживания, оно очень, будет весьма полезным. Вот так вот, например, раз. И закидали просто скелетоном. Пау. Хорош. Кактусовые иголки. Найклетборд. Да, но, к сожалению, часть приметов, как использовать, я не знаю. Но, по крайней мере, что смог, кто вам рассказал. Утилизер какой-то тоже. Что это такое, я тоже не знаю. А, вот мы его использовали. Что-то случилось, наверное. Мы его в воду опустили, и он пропал. По всей видимости, да. Мы его утилизировали. Утилизер этот. И что-то должно было случиться. Что случилось, непонятно. Бутылочку наполнили водой. А, надо было, наверное, бутылку с водой сюда сделать. Я, наверное, если сейчас я понял, я правильно понял. Во! Друзья мои, представляете, мы прямо с вами сейчас под конец игры как раз и поняли, что куда надо было использовать. И вот то самое яблочко. И вот у нас с вами две нот спикли джам. Джем мы, по всей видимости, получили. Из вот этого самого яблока и двух парабирочек с водой. Так что, как-то так. Хотя по части что-то я вам смог рассказать. Но я попытался, по крайней мере, быть, друзья, хотя бы немножко полезным в данном моде. Так что, скоро увидимся. Будет много всего классного, крутого. Не переключайтесь. Не забудьте подписаться на канал. Поставить лайк и рассказать друзьям. Не менее крутые и интересные моды не только в Майнкрафте, но и различные крутые летсплеи вы сможете найти у Юранки на канале. Так что, скоро увидимся, и пока-пока. Ссылка будет нам вот в описании под видео. До новых встреч, ребятушки.